меня зовут юрий это моя семья жена юлия сын толик и наша лирочка мы уже обращались к людям за помощью чтобы помочь вылечить нашего сына анатолия и мы практически два года уже боремся с болезнью который мы уже победили благодаря множеству людям которые помогли нам и морально и финансово и молились за нашего сыночка и мы в израиле прошли большое большое длинное лечение нашего сына вылечили он прошел трансплантацию костного мозга после трансплантации костного мозга мы еще в израиле были на обследованиях и 7 месяцев врачи сказали что он полностью здоровый мальчик и его и нас отпустили домой ну мы только должны были сюда приезжать на плановые обследования в израиль мы очень радовались что сын здоровый ну это радость была недолгой когда мы приехали в израиль на обследование повторное это было феврале 12 2012 года мы сдали тесты толико тесты были все хорошие но пришел один ответ на приживляемость костного мозга и враж сказал что у него приживляемость костного мозга ухудшилась и у него всегда было сто процентов сто процентов это означает что ребенок полностью здоров когда дали ответ было процентов 85 это означало что клетки донора которые ему подсадили от нашей дочечки валерии она для него была донором они начали торгаться это сильный организм толика он начал отвергать чужеродные клетки донора и в этих клетках начала возвращаться болезнь врачи сказали что нам еще нужно пройти серьезные очень лечение и не даже так спросили понимаем и в каком еще состоянии сказал да мы понимаем на сто процентов что болезнь вернулась и нужно с ней бороться и враж сказал вам нужно сейчас пройти курс химиотерапии после курса химиотерапии нужно пройти еще дорогостоящее обследование анализы потом они будут смотреть дальнейшем что делать понадобится еще может один или два курса терапии в следующем должны брать еще раз от леры клетки и подсаживать их толику если этот вариант не поможет тогда нам предстоит еще раз трансплантация костного мозга это очень дорогостоящее лечение в данный момент финансовое состояние у нас не очень хорошее потому что как я уже говорил мы собирали деньги по всей украине и практически весь мир собирал деньги потому что и за границей из украины из россии и даже с правительства немножко какую-то сумму определенные выбили но деньги все были потрачены сейчас ситуация повторяется но нужно очень большую сумму денег для полного комплексного лечения нашего сына толика нам нужно больше 300 тысяч долларов из нашего опыта как мы уже здесь пролечились это деньги которые уходят на лечение детей с такими заболеваниями которым нужна длительная химиотерапия и трансплантация костного мозга после которой нужно пройти длинный долгий после которого нужно платить пройти длинный курс реабилитации после после реабилитации нужно пройти еще множество тестов и анализов они полторы повторяются каждых три месяца потом если болезнь уходит уходит потом а следует каждые полгода просим людей небезразличных которые хотят помочь и нашему сыну и нашей семье помочь нам собрать эти деньги чтобы чтобы вылечить нашего сына и побороть болезнь и побороть болезнь потому что толик постоянно говорит что он здоровый я буду здоровый и он даже нас поддерживает он всегда говорит папа почему ты такой суммой я же здоров я говорю да ты здоров он оптимист мама не плачь а все равно буду сильный я еще раз хочу поблагодарить людей которые на нас откликнулись которые нам очень сильно помогли и у нас даже была акция что 10 гривен или даже доллар каждого человека который пожертвует на лечение нашего сына поможет спасти и любая любой вклад любая сумма денег она помогает потому что чем больше людей не нужно там больших денег по 5 долларов по доллару любое маленькое пожертвование поможет спасти нашего сына когда мы приехали на лечение нашему сыну поставили диагноз гостромилобластный лейкоз иммунодефицитный стан при этом заболевание ребенку обязательно нужно сделать трансплантацию костного мозга если трансплантацию костного мозга не делать болезнь может вернуться и врачи рекомендует это это обязательно нужно сделать и первый раз трансплантацию костного мозга сделали от нашей дочечки леры в другой раз когда они это будут делать врачи говорят что они не рекомендуют делать трансплантацию костного мозга уже от родственного донора тем ну от лерочки потому что как бы его старая болезнь и костный мозг который она дала для своего брата она начала бороть и как бы она уже привыкла к этому костному мозгу нужно делать трансплантацию костного мозга чужого донора эта трансплантация костного мозга чужого донора она более тяжелая чем от родственного донора и мы понимаем все трудности которые нас ждут впереди но мы верим в то что мы эту болезнь раз умели побороть один раз и практически и мы поборем другой раз я думаю что наш сыночек будет здоров да и молимся и просим бога помощи чтобы как бы наши молитвы услышали море давай рисую лера ты что рисуешь а ну да море классно может голубой взять потом для не обладают корабль плаву на корабле нет хочешь поплавать пока еще пока не хочет что ли лера чко пидем на руку чуть чуть лена 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 я рисовать и еще футбол играть на велосипеде кататься купаться сказать я хочу свою мечту что у меня была машина я хочу что свою ну коня как сказать я скучаю за своими друзьями одного звонит макс другого славка и 3 числа и там мои друзья все и я с ними встречаюсь я хочу в школу свою семью у меня бабушка дедушка еще один бабушка дедушка ждет и я хочу к ним это мои родные и я их люблю очень я хочу к ним и еще у меня есть хочу свою школу там учиться это моя мой класс и я хочу не вернуться гулять магазине ходить с ними да я люблю и люблю с ними я всегда ходить я хочу что с ней с ними ходить я мечтаю что я был здоров я хочу вернуться домой что я был здоров я здоровый здоровый ну скажи люблю свою сестру всех люблю и моей родную бабушку то что она все покупает и свою и своего дедушка еще скажи что ты здесь делаешь когда вы получаете чем занимаешься водными рисуешь да да очень буквы че спеша описать молодец